Проблема наша не в расизме, а в распределении богатств. Малая группа людей, которая с годами всё меньше, становится богаче, чем когда-либо в истории. Остальная страна стагнирует. Отъедьте километров 30 от города. Посмотрите, как люди живут. И народ это понимает. Это же чистая экономика. Расизм здесь ни при чём, как и трансгендеры. И народ начинает злиться. И Джо Байден и его спонсоры этого боятся. Они не хотят, чтобы вы думали об экономике. И они хотят парализовать вас чувством вины и стыда. Они толдычат про Украину. Украина, вот где скандал. Это проблемы в экономике. Это всё Путин. Посмотрите на Байдена. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы снизить эффект путинского скачка цен. И у нас уже есть успехи по инфляции в марте. Ваш семейный бюджет, стоимость бака бензина не должны зависеть от действий диктатора, объявившего войну и вершащего геноцид за полмира от нас. Это его последняя отчаянная зацепка. Это знакомо всем, кто следит за американской политикой последние шесть лет. Это всё Путин! Но и это всё же выглядит жалко. Давайте к фактам, они ясно покажут. Вот измерение инфляции с 2011-го. И тут видно, что подъём инфляции начался в 2021-м. Сразу как Байден пришёл к власти и начал тратить. Не он один тратил, но большинство всё-таки он. Байден говорил, что рост начался в феврале, и СМИ его покрывали. Но всё настолько очевидно. Спад в экономике. Невозможно скрывать. Это же люди на себе ощущают. И СМИ уже перестали его защищать. Давайте посмотрим. В Белом доме говорят, что рост цен из-за войны. И называют этот пик цен именем Путина. Но помните, цены начали расти задолго до начала военных действий на Украине. Мы говорим про рост цен на бензин. И демократы такие, это путинский скачок цен. Они винят российского президента и вторжение на Украину за рост цен. Но опросы показывают, что люди винят по большей части нашего президента. Байден провозгласил это путинским скачком цен. Но большинство американцев ему не верят. Несмотря на все заявления Байдена про инфляцию, это началось задолго до путинского вторжения. Никто в это не верит. Все же понимают, что в экономике есть простой принцип. Баланс спроса и предложения. Если вы печатаете все больше денег, очевидно, они теряют свою стоимость. И все же правительство продолжает тратить в таких масштабах, которых страна еще не видывала. Основатель Федекс Фред Смит резюмирует. Если бы мы тогда приняли байденовское предложение «отстроим все еще лучше», у нас сейчас была бы инфляция в Веймарской Германии. Процентов 25, а не 9-10, как сейчас. Это же все настолько очевидно, что не нужно быть главой ФРС, чтобы это понимать. А вот Байден единственный, кто ничего не догоняет. Но с него станется. Байден в своей голове не с нами, он где-то далеко. Вчера, например, Байден шамкал что-то о внешней политике, и тогда за ним пришел пасхальный кролик и увел его. Думаете, хуже не бывает? Бывает. Вот, может быть, самый грустный момент его или любого иного президентства. Нет ничего, что бы Америка не могла сделать, когда мы делаем это вместе, как Соединенные Штаты Америки. Да благословит вас всех Бог! Бог благословит вас. Жмет воображаемые руки, блуждает где-то там сам по себе. Единственное, что можно сказать с уверенностью, нынешней весной Джо Байден не руководит в Белом доме. Он куда-то вдаль ушаркал. А на его месте идеологи, которых никто не выбирал, им не важна цена на бензин. Им все равно, можете ли вы себе позволить обед с детьми в забегаловке Эппл-Би. Им пофиг даже на то, что война с Россией может уничтожить целые народы. Им это неинтересно. Жизнь американцев, рост населения не входит в их шкалу ценностей. Им это не важно. Теперь мы об этом знаем. Какое-то время, пока они были у власти, все было ровненько. Пока все получали чеки, пока у всех было ощущение, что денег достаточно. Но в ту же секунду, как экономика пошла по кочкам, все поменялось. Теперь все по-другому в стране, которая ощущает, что становится бедной. В краткосрочной перспективе мирный бунт путем голосования. Так что будьте уверены, если в этом ноябре выборы будут честными и свободными, неолиберализм СМИ тут как жалкое недоразумение. И не нужно заботиться общественным мнением, оно устоялось, никому все это не нравится. Нужно беспокоиться о чистоте голосования. Если народу будет позволено выразить свое мнение на промежуточных выборах, а вот будет ли все это им позволено? Вот на что нужно обращать внимание. Для вас перевел и озвучил Андрей Бочаров. Подписывайтесь.